Жень, давай сейчас еще немножко вернемся к теме вопросов. Какие вопросы задавать другому человеку? Например, я даже несколько недель назад составила файл, готовилась к одному интервью, составила файл вопроса на первом свидании. Нужно иметь такие вопросы? Есть ли какие-то там два, три, пять главных вопросов, которые задавала? Слушай, ну если технологически, то для меня есть два варианта. Один вариант, это так называемая, ну вот если совсем по техникам идти, малая беседа, разговор на личные темы, интересные собеседнику о нем. А второй вариант, очень хороший тоже для первого свидания, это воронка вопросов, структурированный расспрос, как при продаже. Вопрос про потребности человека. И, ну допустим, ну второй вариант, такой структурированный, это когда мы сначала, и там, и там используются только открытые вопросы. То есть, что ты думаешь, как ты считаешь, как тебе, с чем связано, от чего зависит и так далее. Ну, то есть, вопросы, которые побуждают человека отвечать развернуто. Ну, воронка вопросов, там пять уровней, совсем кратко. Первый, это какой-то общий вводный вопрос, а как тебе вообще ситуация, ну вот такого свидания, как ты вообще относишься к таким знакомствам. Ну, то есть, который проясняет отношение человека к ситуации вообще. Это вводный, вводит в тему. А затем вопросы о фактах. Это вопросы про, ну, про то, как у человека сейчас, и про историю вопроса. Это, ну, если речь идет об отношениях, о свиданиях, то, слушай, ну, допустим, это могут быть вопросы, а как у тебя с отношениями сейчас? Может быть, он женатый. А может быть, он постоянно ходит на такие свидания. А может быть, еще. А может быть, его друзья там выпнули на это свидание первый раз за последние 30 лет. Вот. А как у тебя с отношениями сейчас? А, ну, как у тебя обычно складываются отношения? А немножко расскажи о каких-то отношениях, которые для тебя важны были в твоей жизни, там, последних отношениях. Там, что для тебя обычно важно в отношениях, которые вот у тебя были в жизни. То есть, это тоже вопрос не про будущее, не что для него важно в будущих отношениях, а про отношения, которые у него были в жизни. И почему такие вопросы задавать? Потому что про будущее, если его спрашивать, это будут скорее всего, если сразу достаточно формальные ответы, или человек вообще зависнет. Но про то, что у него вообще было уже в жизни, или есть сейчас, он вообще-то знает. Если его нормально заинтересованно спрашивать и хорошо слушать, опять активное слушание, возвращение слов, взгляд в глаза, доброжелательное кивание, такая поддержка, заинтересованное повторение его слов, человек этим согревается и хочет открываться все дальше и дальше. Затем, да, последний вопрос о фактах, это, слушай, а что тебе нравилось в тех отношениях, которые у тебя были? Это вопрос о его критериях. Что ему будет важно и в отношениях, ну, допустим, с тобой? Человек ответил на это, замечательно, слушай, а что, возможно, тебе не совсем нравилось в тех отношениях, которые у тебя были? Это вопрос о проблеме. И тоже порасспрашивайте, если он говорит. И смотри, мы человеку еще никакого самораскрытия тут особенно не даем, но у человека уже обоснованное впечатление, что мы эту сторону его жизни, мы, во-первых, внимательны к этому, к нему, как это для него, а во-вторых, уже знаем про него и что для него важно и что хорошо и что плохо в отношениях, гораздо больше, чем подавляющее большинство людей в этом мире. Возможно, никто настолько не знает. Он сам, может быть, об этом не знал, не думал до тех пор, пока не начал отвечать, думать слух, отвечая на наши вопросы. А потом следующий вопрос. Слушай, я понимаю, что мы с тобой сейчас просто ориентируемся, то есть это первое свидание, но если бы ты думал о каких-то отношениях, что для тебя было бы важно в первую очередь? Вот очень аккуратно, вот так вот, тройное сослагательное наклонение и сначала вот это вот освобождающее тоже возможность сказать нет. Я понимаю, тебе ничего не нужно решать, никакие твои слова не будут обязательством. Я понимаю, что мы с тобой сейчас просто ориентируемся. Ничего не происходит. Но если бы ты, ты даже не думаешь, но если бы ты думал что-то в плане будущих отношений, что для тебя было бы важно? И вот этот хвостик в первую очередь. Почему в первую очередь? Опять, потому что человек не думал, но что-то одно в первую очередь он скажет. А если он здесь затрудняется с помогательными вопросами, ну, навскидку, первое, что приходит в голову. Вот он что-то говорит, мы ему возвращаем эти его слова, ну, он там говорит, допустим, надежность, надежность. Что ты имеешь в виду? Опять, этот вопрос страшно задавать, потому что, ну, вроде бы понятно. Но если даже человек спрашивает, а что, разве не понятно? Обычно, кстати, не спрашивают. Но даже если человек спросит, ну, что, разве не понятно? Ну, просто разные люди под надежностью понимают разное. Что ты имеешь в виду? И человек действительно раскрывается, потому что это правда для разных людей, проразное. И человек пояснил, и следующий вопрос. Вася, а с чем связано, что для тебя это важно? И вот такая последовательность, фактически мы проясняем его ценности. Что для тебя было бы важно в первую очередь? С чем связано, что для тебя это важно? А третий вопрос, что ты имеешь в виду? А третий вопрос, с чем связано, что это важно? Процентах в 60 или больше человек, отвечая на этот третий вопрос, уходит дальше по цепочке ценностей, вообще куда-то на уровень смыслов. Что для него стоит? От чего ему цены вот эти ценности? И это правда вопрос, когда очень часто человек сам не знал, что он скажет. Он вот прямо сейчас рождает эти ответы, а это правда про него? И вот это вот получается соучастие. У нас с ним уже очень интимный процесс в этот момент происходит по факту. Это не про секс, не про соединение тел, но про то, что мы с ним встречаемся и что-то вместе рождаем, создаем про него, про понимание его и его ценности. И эта интимность очень хорошо воспринимается. Она не проговаривается, не осознается, но психикой воспринимается. Вот та самая иллюзия старого знакомого, она не очень хорошо возникает. А что еще для тебя было бы важно? И т.д., и т.д., и т.д. И затем собираем все это итоговое резюмирующее активное слушание. Все ключевые вещи ему спокойно проговариваем. Он говорит, да, 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 там что-то уточняет. И финальный, это пятый уровень вопросов, финальный вопрос, единственный, закрытый здесь вопрос, там, Вася, тебе было бы интересно, если бы я сказал какие-то свои мысли в том направлении, о котором мы с тобой сейчас говорили? Ну, в 100% случаев человек говорит, да, и ты действительно тогда говоришь свои мысли, вот, пожалуйста, свое отношение, свои ожидания, свои надежды, там, на что ты готова, на что ты не готова из того, что он говорит. Как ты относишься к тому, что он сказал, да? Ну, и в процессе, когда человек отвечает тебе, ты тоже можешь какие-то свои истории немножко вставлять, но не увлекаться. Потому что первый вопрос максимально далек от уже конкретного предложения, когда мы высказываем свои мысли. Первый вопрос, как ты вообще относишься, как у тебя сейчас история вопроса, что нравится, что не нравится, а если бы ты хотел, и все больше конкретики, все больше уже про возможные наши отношения. Ну, вот это сужение вот идет. Вот, и это один вариант, ну, правда, такая хорошая рабочая штука, если, ну, прям брать быка за рога и убить двух зайцев с одной стороны человека, разговаривать, он здесь действительно в центре интереса, в центре разговора, а при этом он прямо, очень много мы про него можем узнать именно в теме отношений, а не просто в его увлечении аквариумными рыбками. Вот, поэтому на первом свидании, я думаю, прям вообще замечательно. А другая техника, это техника малой беседы, разговор на личные темы, интересные собеседнику. И там три правила основных. Первое, мы задаем только открытые вопросы. Второе, последующие открытые вопросы мы задаем только по ответам собеседника. То есть мы не скачиваем, не уходим куда-то. Допустим, его спрашиваем, слушай, а, ну, не знаю, там, какой вопрос задать. Ну, расскажи немножко о том, ну, я не знаю, там, какие, может быть, фильмы тебе нравятся. Это немножечко об этом. И он там говорит, мне нравится, там, ну, Бергман мне там нравится. Особенно вот там такой-то фильм. И наш следующий вопрос не будет. Слушай, ну ладно, расскажи, а как ты, ну, предпочитаешь проводить отдых? А мы спрашиваем, слушай, Бергман, очень необычно, а че так? Вот вопрос, а че так? Это как раз открытый вопрос по ответу собеседника. Итак, первое правило, только открытые вопросы. Второе, последующие открытые вопросы только по ответам собеседника. И третье правило, мы отдаем предпочтение открытым вопросам, последующим, по акцентированной или свободной информации. Ну, что такое акцентированная информация? Это та часть ответа человека, которую он выделяет интонациями, жестами или повторением. Ну, допустим, мы его спрашиваем, слушай, немножко расскажи, как обычно отдыхаешь? Ну, и человек говорит, ну, как обычно отдыхаю? Ну, тут, слушай, играю обычно в компьютерные игры. Не знаю, ну, мне нравится, и пострелять люблю, и стратегические игры. Ну, вообще, и просто могу музыку послушать. Но тогда понятно, что интонацией, ударением он выделил там стратегии. Слушай, а стратегии немножко расскажи, а что тебе в них нравится? Это вопрос по акцентированной информации. Свободная информация – это та часть ответа собеседника, которая не является прямым ответом на наш заданный вопрос. Мы спрашиваем, слушай, расскажи немножко, как вообще отдыхаешь обычно. И человек говорит, ну, в компьютерные игры, там, стрелялки, там, и стратегии могу поиграть. Ты знаешь, вот я думаю, что все-таки это отвлекает, отвлекает от чего-то важного, главного. Надо как-то развиваться в этой жизни. И вот свободная информация про то, что у него какое-то беспокойство, что он отвлекается от чего-то важного, главного, не достает развития – это то, о чем мы его не спрашивали. Почему человек на ответ об отдыхе дает любую свободную информацию, там, если вылезает информация, о которой его не спрашивали, значит, для него сейчас это важно. И тогда, слушай, ты говоришь о том, что как-то развиваться хотелось бы, а немножко, там, что имеешь в виду, там, что имеешь в виду, а что это для тебя, слушай, а какого лешего. Тут не обязательно, тут в зависимости от стиля общения, можешь любую форму забросить. Там, какого, слушай, развиваться, тебе зачем? Вот это, тебе зачем? Это хороший открытый вопрос, там, какого хрена? Ну, опять, скорее в зависимости от манеры твоего собеседника, если ты как-то к ней подстраиваешься, с кем-то очень интеллигентно, а с кем-то очень по-простецки. И, ну, не ломай себя, ломать себя незачем. И тогда, смотри, мы можем начать совершенно с произвольной нейтральной темы. Ну, там, какие фильмы вообще любишь, там, что отдыхать. О чем еще можно начать спрашивать, какие темы? Когда человек сам спонтанно поднимает какую-то тему. Вот, если человек в разговоре сам какую-то тему поднял, значит, она для него сейчас интересна, значит, туда и идем. Или мы что-то про человека уже знаем. Допустим, он, у него там какая-то фотография, а на фотографии у него там в Тиндере, допустим, баян на заднем плане. Мы спрашиваем, слушай, как необычно, у тебя там баян, а расскажи. Ну, вот. Смотри, неважно, мы, первый вопрос может быть достаточно случайный, но если мы соблюдаем вот эти три правила, только открытые вопросы, последующие открытые вопросы, только по ответам собеседника, предпочтение вопросам открытым по акцентированной или свободной информации, то мы с веточки на сучок, с сучка на ствол, со ствола к корням. Мы обязательно, достаточно быстро приходим с человеком на то, что он начинает говорить о том, что правда ему интересно и важно. Ну, вот, выходим на эту тему и вот говорит, говорит, говорит. Да, и когда уже говорит о том, что ему важно, тогда уже будет влюбляться, может быть, ну, не как мужчина в женщину, не как женщина в мужчину, но, по крайней мере, можно создать вообще прекрасные дружеские отношения даже. Да, потому что смотри, что происходит и в технике воронка вопросов, и в технике малой беседы. Мы выводим человека на то, что он говорит о своих ценностях, причем говорит много, увлеченно, эмоционально, а мы его правильно слушаем, то есть заинтересованно, активно присоединяясь своим самораскрытием, как-то отзываясь на это своими чувствами. Чувства здесь тоже важно проговаривать, потому что это тоже один из моментов, которые ассоциируются у людей с близостью. Близкие отношения – это те, в которых можно предъявлять свои чувства. И, ну, если говорить про НЛП, допустим, про какие-то уровни присоединения, то, понятно, присоединение там по позе, по темпу речи и так далее, но все это бьет присоединение по ценностям и самым глубоким ценностям – смыслам. Ну, и где-то ступенечкой ниже стоит присоединение по чувствам, эмоциям. И вот по всей этой верхушке мы тогда к человеку присоединяемся. И по эмоциям, по чувствам он их может выражать, и мы его поддерживаем в них и по своим ценностям, и по своим смыслам. И мы их слышим, он может их проживать, размещать в нашем общении, в нашем свидании, и мы на них отзываемся тоже как-то какой-то своей стороной, которая им соответствует. И опять, это ничего не гарантирует, но это создает очень хороший шанс, очень хороший фон. Если там что-то может произойти, то это с большой вероятностью тогда будет происходить. Женя, ты такие крутые техники дал, и это техника «смолток» или «малая беседа», и техника «воронки». И я вот размышляю, не каждому же с этими техниками справиться. Для этого, на мой взгляд, нужно обучаться или в университете практической психологии отправлять всех туда учиться, обучаться коучингу, обучаться психологии. Смотри, если говорить именно про эти техники, то да, это техники, но, в общем-то, это точно такие же умения и навыки, как мы осваиваем в течение жизни. Ничего принципиально здесь другого нет. Это, ну вот, знание. То есть я сейчас рассказал, есть знание о том, как это делается. Это не умение. Умение – это когда в спокойной поддерживающей обстановке мы это пробуем делать. И обязательно делаем все возможные ошибки. А потом, когда мы это делаем уже большое количество раз, появляется встроенный навык. Ну, то есть, когда мы уже в стрессовой обстановке, там, реального свидания, можем действительно очень спокойно, расслабленно, из хорошего самочувствия, из замечания себя и собеседника эти техники использовать. Но это создается только большим количеством повторений. Да, лучше это осваивать там вместе с кем-то, то есть там с психологом. Но, в принципе, вполне нормальный вариант – это просто пробовать и давать себе обратную связь. И это не обязательно именно на свиданиях. Это техники совершенно универсальные. Вот с кем-то разговариваете, пробуете, раскрываете. Допустим, в тренинге, в самых разных тренингах мы выходим на улицу и отрабатываем со случайными прохожими, но объясняем, что у нас учебное занятие, и отрабатываем технику малой беседы, отрабатываем воронку вопросов. И просто случайно остановленные на улице люди останавливаются и реально рассказывают о себе, разговаривают. Ну, то есть кто-то говорит нет, кто-то проходит мимо, с кем-то беседа заходит в тупик, особенно когда мы еще на ранней стадии освоения техники. Мы мнемся, стесняемся, не знаем, как дальше продолжить. Человек тем более мнется, стесняется, не понимает, что происходит. Но это нормально. Потихонечку снова и снова мы это делаем, и начинает получаться все лучше и лучше. Ну, мне в этом плане освоение умения, нового навыка нравится пример, когда я после шестого курса пошел в интернатуре учиться апеллировать. Ну, я бывший акушер-гинеколог. И два месяца, вот два месяца, где мне ассистировал лучший хирург больницы Самойловского роддома Михаил Ефимович Герценштейн, и у меня два месяца ушли на то, чтобы перестали дрожать руки. Он на это дело смотрел, напортачить он мне, конечно, не дал бы, но он особо не вмешивался и говорил, даже медведя можно научить ездить на мотоцикле. Ну, я научился, я 7 лет потом в районах оперировал, все в порядке. По всему можно научиться, это просто технические умения. Спасибо. Так что те наши слушатели, те наши зрители, которые будут слушать и смотреть наши интервью, вы можете этим техникам научиться, не обязательно им обучаться, когда вы идете на свидание, просто вы можете, например, таким образом начать общаться с вашими родственниками, с вашими друзьями, знакомыми, и потом увидите, что с каждым разом будет получаться лучше и лучше.